ПЕСНЯ Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в Казахском университете выпускается новый уникальный проект под названием «МОЗ». Это серия встреч с известными и видователями выпускниками Казахского университета. Символ «МОЗ» — это связь между студентом и выпускником, создание традиции приятственности поколения людей, которые учились в стенах группы. В мероприятии проходят под эгитой сообщества выпускников нашего «МОЗ» — Альма Майяна. И приветственное слово предоставляет совету Казахского университета Ишнар Паркадовича Гафурова. Прошу встречаться. Добрый день, уважаемые коллеги, наши гости, студенты сегодняшнего дня нашего университета. Вот этот проект удивительный, поскольку на одной площадке планируется собрать преподавателей сегодняшнего университета, студентам нашего университета и наших выпускников, поскольку университет — это и студенты, и преподаватели, и его выпускники различных лет. Здесь придут на встречи люди различных профессий, но люди состоящиеся. Это хорошее начинание, а в каком виде оно будет продолжено, оно будет зависеть от организаторов этого мероприятия. Сегодня на площадке нашего университета проходит очень много различных встреч, конференций, форумов. И вот вместе с нашей встречей параллельно проходит второй съезд политологов России. Здесь достаточно много различных изъездов в стране людей приехало. Вместе с ними приятно видеть наших выпускников. Сейчас Олег Викторович Морозов тоже находится на одной из площадок университета и выступает не только как профессиональный политик, но и как студент. Об этом, кстати, он сам сказал, как высший студент нашего университета, что нас, конечно же, очень радует. Ну, а вот название моста говорит о том, что этот мост связывает людей различных поколений, различных лет выпуска. Но объединяющим, вот, основом этого моста является наша с вами мама. В разные годы мы по-разному назывались, императорском. Ну, наверное, в срок императорского периода мы не у нас уже пригласили. Ну, в историческом музее нашего университета вы со всеми можете познакомиться, да и почитать нужно. Ну, а вот советского периода и английская история нашей страны, российского периода в жизни, наверное, вы с вами и любите. К чему нужны такие встречи? Сегодня много говорят, где трудоустраиваются наши выпускники. И сколько людей трудоустраиваются по специальности. Мы с вами не узкопрофильный выпуск, не отрастируемый выпуск. Поэтому наши выпускники тогда устраиваются везде. И люди, окончившие факультет, допустим, журналистики или факультет геологии, могут работать сегодня известными режиссерами. В качестве примера я могу привести вот с Говороким. Когда мы с ним встречаемся, вот сейчас не только режиссер, но и Олегик, поскольку он является одним из руководителей народного фронта, мы, наверное, знаем, да, и все встречи президента нашей страны как раз организуются и ведутся именно Станиславом Говороким. Весь наш университет, в основном, сегодняшний преподаватель и ученый, это тоже выпускники нашего университета. Хорошо это или плохо? Наверное, хорошо, поскольку они преданно служат своему университету и с нашим университетом связывают всю свою жизнь. Многие из них имеют огромную работу за пределами нашей страны, но что хорошо, что язык их нам тянет, и они возвращаются. Либо устраивают нам определенные преференции, даже работая в других академических структурах, либо в бизнес-структурах в различных регионах. Мы из попечителей, по всей миссии выпускников, создали учительский союз. Возглавляет его президент нашей республики Расклана Горяевич Минифа. Могут спросить, президент республики не наши выпускники. Скажу, что вы ошибались, поскольку к нам присоединилась Приханов, все наши выпускники, поскольку Приханов, Карамин, это на нашей площадке, Казани, это высший институт Советской Федерации, операции. Поэтому у нас выпускники везде, например, министр, ну вот здесь я просил подготовить слайды, где работают наши. Вот это как бы часть, вот здесь уже ученых показали, вот государственные деятели, они вот здесь. Это выпускники совсем недавно, здесь многих нет. Это те люди, которых вы знаете, это и мэр города, и министр Николай Анатольевич Никифоров, и Олег Викторович Морозов, премьер-министр. Ну, поскольку мы находимся на площадке юридического факультета, мы вот привели такой слайд. Хотя, если бы можно было показывать слайд-шоу, наверное, ушло бы огромное количество времени. Конечно, наши выпускники работают и крупными руководителями промышленных предприятий. Ну вот, некоторые представлены здесь. Мы специально выбирали из различных отраслей. Сергей Анатольевич Кококин, генеральный директор КАМАЗа, выпускник из СААКа. Значит, Валерий Юрьевич Сорокин, руководитель связи с Никифиминги и Сколтинга, председатель совета директоров Аббарсбанга. Ну, у него много разных должностей, но самое главное, он выпускник нехмана. Ну, Талган, Абдулин, наверное, знаете, строительный бизнес, банковский бизнес. Первый руководитель Аббарсбанга сегодня возглавляет фонд, государственный фонд. Ранее это был фонд жилищный, переселение из верхнего фонда. Сегодня это направление обслуживает все, что связано с таким понятием, как социальная ипотека. Ну, Ренат Харрисов, генеральный директор КАМАЗа, это сервисная компания, которая обслуживает все практически нефтяные компании нашей страны, да и лишнего зарубежья. Ну, а Ишат Аминов закончил журфак наш. Кем он работает, надеюсь, представлять не надо, если вы смотрите не только программу по Татарстану, там и ведущий, и один из основных руководителей, генеральный директор компании телевизионной нашей. Можно сколько угодно говорить, и параховой завод, и многие нефтехимические предприятия тоже разбавляют наши вопросы. Я почему вам это говорю, это очень важно, вот это вот соединение выпускников и студентов, потому что каждый из вас, выйдя из стен этого университета нашего, начнет искать работу. Мы хотели бы, чтобы вот это сближение работодателей, руководителей крупных компаний, предприятий, происходило уже на площадке нашего университета, чтобы вы осознанно могли идти и работать, а наши руководители, выпускники оказывают вам определенную преференцию. Ну, вся фонарская как бы система, в том числе, это тоже наши выпускники, поскольку финансовый институт, и институт советской торговли, КБУ, Казанский русский университет, Татарский коммунитарный академик русской муниципальной службы, Набережный Черныцкий инженерно-экономическая академия, и Лабожский педагогический университет. Это все сегодня наши шарики, Казанский федеральный университет. Поэтому основу же, конечно, составляет и ученые, а здесь, на этом слайде, люди, которые, окончив наш университет, посвятили себя творчеству. Некоторые посвятили творчеству, а потом стали политиками. Некоторые бывшие политики стали потом работать и преподавать в различных академических структурах нашей страны. Ну и, конечно же, огромные приятные ученые. Причем они сегодня работают в различных странах. Здесь на знании только наиболее известные люди, причем различных лет выпуска. А так, кто может посмотреть по ученым, у нас целый ряд вырешенных дорог императорского и царского периода, советского периода. Там есть целая колонна перед музеем представителей нашего университета. В Академии Советского Союза была огромная страна. И сегодняшняя Российская Академия. Поэтому наши люди, как раньше, люди люди здесь везде. Самое главное их вовремя найти. И напомню, что они тоже так или иначе обязаны своей аноматой теми достижениями, которые сегодня они имеют. Знаете, когда говорят, что все остальное я получил сам, потом этот тезис, он не очень правильный. По одной простой причине, что я тоже в разных местах работал. После Казанского государства он обучался еще в различных местах, в том числе не только в нашей стране. Но скажу, что некоторые вузы, где я либо работал, либо участвовал, сегодня тоже влились в Казанскому федеральному университету. Так что я единственным могу сказать, что я в УСИК только Казанского федерального университета, поскольку я имел отношение и к финансовому институту, и к педагогическому университету. Ну а студенческие годы, они очень интересные. Вот здесь вот, можете, это годы, проведенные в институте физики, сегодня бывший физфак, там общежитие еще, портрет Леонида Ильича Брежнева. Опять мы вот по диагонали этой лаборатории, значит, это два человека, которые рядом со мной. Один из них возглавляет сегодня кафедру молекулярной физики Владимир Ильич, а другой работает в медицинском университете, тоже здесь, в Казани. Ну а мы играем в шахматы, поэтому я надеюсь, что и те, кто будут здесь выступать, найдут возможность рассказать о интересных периодах своей жизни, когда они находились в университете, и в то же время расскажут о сегодняшних дней, расскажут о своих достижениях, расскажут о своих возможностях. А все, кто сегодня учится, я думаю, каждый извлечет из этой встречи определенный круг. Ну, по крайней мере, мы надеемся, что вот эта связь поколения, она зародившаяся здесь, на этой площадке, потом вам поможет по жизни. Вот с этими словами я хотел передать слово ведущему и наших сегодняшних спектреров поблагодарить за то, что они нашли возможность, погода не очень, радостные сегодня. Приехали, шли наши коллеги на съезд, услышали, что Сус Валерий Павловича примерно такие слова. Один сказал, вот, татарстан везде хвалится, но даже погода не смогли на свою хорошую обеспечить. А что Валерий Павлович сказал, да, даже татарстан не смог сегодня поменять погоду. Но самое главное, это тепло наших душ, да? Поэтому я, конечно, приношу извинения, что погода такая, и решусь вот нашим спикерам преодолевать различные препятствия прийти сюда, тем не менее, я думаю, мы сделали правильный выбор. Пожалуйста, активность. Ведущему, вам большое спасибо, судя по-настоящему. Субтитры подогнал «Симон»!